Девушки отдыхают Девушки отдыхают И с этой целью мы засняли движение дощечки на скоростную камеру И мы видим, что Алексей делает рукой 2,5 оборота в секунду А сама дощечка при этом тоже вращается Меняя синюю сторону на красную, красную на синюю И это вращение происходит с частотой 70 оборотов в секунду Ну и естественно считать, что вот это быстрое вращение И производит звук, который мы слышим А теперь мы посмотрим на звуковую дорожку И мы видим здесь пульсации, которые происходят 2,5 раза в секунду Очевидно, они соответствуют движению дощечки, связанным с вращением руки А теперь посмотрим на одну такую пульсацию И теперь мы видим звуковые колебания Те самые, которые мы и слышим ухом А чтобы узнать их частоту, я быстренько подключу спектрограмму И вот на спектрограмме мы видим основной тон на частоте 140 Гц Именно с такой частотой происходят звуковые колебания Ну а также мы видим и вторую гармонику на удвоенной частоте Но прежде всего нам надо обратить внимание на основной тон И вот получается, что дощечка вращается на частоте 70 Гц А при этом она создает звук на основной частоте в 140 Гц Ровно в 2 раза больше Почему же так получается? А получается так потому, что дощечка не просто вращается Но вращается в набегающем на нее потоке воздуха Более того, она и вращается, потому что раскручивается этим потоком И тогда получается, что за один оборот дощечка ударяет по набегающему потоку дважды Вот сейчас этой синей гранью, а через пол оборота красной гранью Так что за один оборот она делает два таких удара Вот частота звука и получается в 2 раза больше частоты ее вращения А теперь мы подходим к нашему главному вопросу А почему вообще происходит систематическое вращение дощечки в набегающем потоке воздуха? Но я должен сказать, что это явление называется авторотацией И разным эффектом авторотации у нас будет посвящено несколько роликов Мы доберемся и до раскрутки ротора автожира А сейчас я сообщаю вам, что вообще-то мы при запуске закручивали нить Для того, чтобы дощечка начинала скручиваться Но после того, как она делает несколько оборотов Дальше закрутка нити уже не важна Движение поддерживается набегающими потоками И чтобы посмотреть, как это происходит Давайте обратимся к компьютерной симуляции этого явления Проделанной японским исследователем Кадзуки Утибори Желтым цветом здесь показаны области атмосферного давления В зеленых и синих областях давление ниже атмосферного А в красных давление выше атмосферного И вот мы видим, что за уходящим назад краем лопатки Образуется мощный вихрь с пониженным давлением И на этой фазе лопатка раскручивается Когда лопатка разворачивается перменикулярно по току Основной напор приходится на идущий вперед край лопатки И ее вращение замедляется Но набранной скорости все-таки хватает Чтобы лопатка ушла на следующий оборот И все повторяется снова И теперь мы должны спросить А чем определяется частота, с которой вращается дощечка? Ясно, что эта частота каким-то образом связана со скоростью Набегающего на дощечку воздуха И чтобы ответить на этот вопрос Мы пересчитали все частоты вращения в линейные скорости И выяснили, что воздух в нашем опыте набегал на дощечку Со скоростью 15 метров в секунду А сама дощечка вращалась так Что ее концы двигались со скоростью 11 метров в секунду Ну и видно, что это величина одного порядка И, грубо говоря, вот эта скорость в полтора раза меньше скорости набегающего воздуха Ну а зная эту скорость, можно найти и частоту Ну и хочется предположить, что вот это соотношение скоростей Будет выполняться и в других опытах И сейчас мы его проверим в нашем комнатном эксперименте С этой целью мы собрали вот такую нехитрую установку Воздушный поток в ней будет создаваться феном А раскручиваться в этом потоке будет вот эта крыльчатка Я устанавливаю ее в рамку И установка готова к работе Включаем фен Но пластинка не вращается Она встала поперек потока А теперь ее подтолкну рукой И она начала вращаться и гудеть Мы видим довольно странную картинку из-за стробоскофического эффекта Поэтому добавим сюда еще и видео, снятое на скоростную камеру Ну и теперь хочется предсказать При такой скорости потока На какой частоте должна вращаться пластинка И на какой частоте она должна гудеть Теперь мы измерим скорость потока, создаваемого феном И для этого используем трубку ПИТО О том, как она работает, у нас есть отдельный ролик Посмотрите его Итак, включаем фен И видим, что скорость воздушного потока Чуть больше 10 метров в секунду А теперь мы немножко посчитаем Значит, скорость воздуха у нас получилась 10 метров в секунду И если наш поправочный коэффициент, который мы раньше получили 0,7, правильный То тогда крыльчатка При такой скорости воздуха Ее края должны двигаться со скоростью 7 метров в секунду Ну, теперь найдем С какой частотой она будет при этом вращаться 7 метров в секунду Это 700 сантиметров в секунду Ну, и надо поделить на длину окружности Радиус здесь 14 миллиметров Два пина на 1,4 сантиметра Все это делим И получаем теоретическое предсказание При такой скорости воздуха Крыльчатка должна вращаться И делать 80 оборотов в секунду А мы уже засняли ее на скоростную камеру И оттуда можно посмотреть С какой частотой она вращается в действительности И мы получаем не 80, а 60 оборотов в секунду Несколько меньше Ну, и здесь мы можем оправдаться Сказать, что у нас, наверное, было какое-то трение В осях мы могли пережать И потом у нас не длинная крыльчатка А соотношение ширины к длине здесь небольшое Возможно, это как-то сказывается Но, тем не менее, мы получили удовлетворительное согласие Между теорией и экспериментом А теперь настало время нашего заключительного вопроса И с этой целью мы вернемся на улицу Вот я кручу веревку И посмотрите Она движется не в одной плоскости, но по конусу Потом в какой-то момент происходит переключение И конус оказывается с другой стороны руки Которая держит веревку Подождем еще чуть-чуть И конус снова переключился Оказался с первоначальной стороны Почему же это происходит? Ваши соображения на этот счет Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе